Хотелось бы довести до граждан, жителей Кашхабрского района о тех изменениях, которые произошли у нас в законодательстве с начала текущего года. А именно, с 15 января 2016 года внесены изменения в федеральный закон об исполнительном производстве. Так, согласно этим изменениям, теперь в отношении граждан, неплательщиков, в первую очередь это относится к категории социально значимых, алиментные платежи, ущерб, причиненный преступлением, иные платежи в бюджетную систему Российской Федерации. Судебные приставы будут применять меру в виде ограничения прав на управление различными видами автотранспорта, будь то автомобиль, мотоциклы, мопеды, самоходные какие-то агрегаты, трактора и так далее и тому подобное. Процедура эта будет выглядеть следующим образом. При наличии задолженности судебный пристав-исполнитель уведомляет должника, предоставляя ему срок для исполнения требований исполненного документа. Уведомить гражданина судебный пристав имеет право всеми с доступным законным способом. Это будь то почтовая корреспонденция, СМС, телефонное оповещение, либо непосредственно личный контакт с самим гражданином. В случае игнорирования требований судебного пристава-исполнителя, к нему будет применена мера, помимо тех действий, которые мы ранее применяли, в виде ареста имущества, обращения и взыскания на доходы должника, будет применена мера в виде ограничения прав на управление автотранспортным средством. Процедура эта выглядит следующим образом. Судебный пристав исполнит при наличии естественного водительского удостоверения, направляет соответствующие постановления в органы ГИБДД, срок ограничения может длиться до одного года. В случае необходимости судебный пристав имеет право продлить это ограничение. В случае оплаты ограничение будет снято в течение суток. Соответствующий документ тоже будет направлен в органы ГИБДД. При игнорировании необходимо также уяснить гражданам требования судебного пристава в случае, если он ограничен в праве управления транспортным средством. Это происходит во внесудебном порядке, только по инициативе судебного пристава исполнителя. К должнику, возможно, будет применена мера как административного, так и уголовного характера. Санкция предусматривает лишение свободы вплоть до двух лет.